На канал «Акзегет» поступил такой вопрос. Часто считаю себя лучше других. Это нормально? Ну, скажем так, что это, конечно, ненормально. Это подозрительно. Это даже и странно. Ну, почему это странно? Потому что, разве мы с вами можем видеть душу другого человека? Разве мы можем с вами прикоснуться к тайне жизни другого человека? Откуда мы знаем, что у человека за душой? Насколько он глубок? Откуда мы знаем промысел Божий о нем? Откуда мы знаем, какой-то человек будет, может быть, не сегодня, а завтра? Ведь этот человек, может быть, завтра будет святым, покаяться, если он сейчас грешит. А мы его судили, а мы подумали, что мы лучше него. Еще на Писании сказано, что Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. Поэтому считать себя лучше других – это всегда неправильно. И если такие мысли приходят, то надо найти способ человека оправдать, который нам неприятен, который мы начинаем осуждать. Всегда можно найти зацепку. Почему человек так сделает? Почему, может быть, он имеет ту или иную немощь? Что на него повлияло? Можно поверить человека и желать ему покаяния, даже помолиться, чтобы Господь дал ему покаяние. В любом случае помыслить о человеке, что о нем так же заботится Господь, как заботится о нас. Что Господь его любит не меньше, чем любит нас. Когда мы пытаемся найти что-то хорошее в другом, когда мы пытаемся оправдать другого, когда мы пытаемся подумать о человеке хорошо, то сначала у нас не получается, потому что у нас нет к этому навыка. У нас нет к этому привычки. У нас есть привычки осуждать. Но когда мы делаем это раз, два, три, когда мы тренируемся в этом, то постепенно-постепенно формируется навык не осуждать, а наоборот видеть в человеке образ и подобие Божие. Если мы будем каждого человека уважать, к каждому так относиться, то в конце концов у нас эта привычка думать о себе, что мы лучше, чем кто-либо, она пропадет. И мы будем ко всем относиться не только ровно, но более того, что мы, если будем смиряться перед Богом, то чувствовать свою немощь, внимательнее относиться к своим грехам, в которых нужно покаяться, больше заботиться о том, чтобы избавиться от тех или иных страстей, чем думать о том, что у человека. Подобно как в очереди, где-нибудь в поликлинике люди сидят, у каждого свои болезни, и каждый думает, как ему правильно рассказать у них врачу, как получить от врача быстрее помощь, как стать здоровым человеком. Но никто не будет превозноситься и думать, что он меньше болеет, чем другой человек, или что у него болеть какая-то особая, а у другого человека болеть хуже. Поэтому будем настраиваться именно так, со смирением. И, повторяю, Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.